Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! И сегодня я хочу вам показать, как правильно запаривать банные веники. Оказывается, не все правильно умеют это делать. Почему? Потому что 95% населения, идя в баню, берут веники и кладут их в горячую воду, в запарник. Что они получают? Они получают обычный чай, который я сейчас наливаю в свою кружку. Почему? Потому что получается все то же самое. То есть вы горячей водой выгоняете все полезные вещества в воду. Ну, чай, естественно, можно выпить. Полезные вещества поступили в мой желчный кишечный тракт. Но с вениками такая фишка не прокатывает. То есть все полезные вещества из наших банных веников уходят куда? Уходят в отвар. Как же правильно сделать, как правильно запарить, я вам сейчас покажу. Я начинаю запаривать банные веники. А вы не забудьте, пожалуйста, подписаться на этот канал, потому что здесь много чего интересного. Итак, что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы берем душ, открываем холодную воду и ополаскиваем наши веники. Почему? Потому что очень много пыли на вениках всегда. Во время сборки, во время их вязки, во время, пока они где-то лежат, набирается огромное количество пыли. То есть нам предварительно нужно хорошенечко сполоснуть веники. Это первоочередное. После того, как вы их сполоснули, есть два путя. Первое. Мы берем уже ополоснутый банный веник и кладем его в запарник с холодной водой. Здесь вода абсолютно холодная. Погружаем его в холодную воду, так, чтобы и ручка тоже была в холодной воде. Я сейчас нахожусь в парной, но это необязательно делать даже в парной. Можно положить его в предбанник или еще куда-то. То есть там, где температура невысокая, и дать венику постоять часика-два. Для чего? Это для того, чтобы он набрал холодной воды, но не вывел из себя ни одной полезной амфитонциды и всего прочего. Второй момент. У меня есть волшебный инструмент, благодаря которому мы запарим березовый веник. Как бы банально это ни звучало, но это обычный целлофановый мусорный мешок. Что мы делаем? Мы берем березовый веник, окунаем его в запарник, либо хорошенечко обдаем его водой. Для того, чтобы в нем осталась вода, промачиваем его как следует. Целиком и полностью. После этого мы просто-напросто кладем его в пакет, лишаем доступа кислорода и в таком виде уже кладем на полок, где у нас, естественно, топится печка в теплое местечко. И даем ему настояться буквально полчаса. Соответственно, через это время я к вам вернусь. Прошло время. Берем наш запарник. Лист набрал уже воду. То есть, лист уже мягкий, не ломается, не ломучий. Это очень важно. То есть, он не ломается. И что мы делаем? Мы берем воду. Ну, естественно, что нужно взять горячую воду, потому что холодной водой на каменку подавать нельзя. И начинаем распаривать веник над каменкой. Мало того, что мы сохранили все полезные вещества в этом венике, так вдобавок ко всему мы получили совершенно потрясающую атмосферу в парной, потому что весь запах от дубового веника перешел сюда, а не остался в изопарнике. Посмотрите, какой мягкий лист, посмотрите, какой мягкий-мягкий веничек. То есть, им приятно пользоваться. Что мы делаем со вторым березовым веником? Мы его разворачиваем. Он у нас находился в более теплой атмосфере, поэтому он доходит достаточно быстро. Здесь, видите, еще вода осталась. Лист уже тоже набрал воду. Лист у березы, вследствие того, что здесь веточки, он, конечно, погрубее. Березовым веником можно париться, но лучше всего им растираться. Ну, мы берем с вами опять же воду, подаем парку. Можно даже сделать вот так вот. Ничего с веником не случится. Аромат пошел прям просто суперский, потрясающий. Мы распарили веничек. Видите, сколько заняло буквально несколько секунд. Посмотрите, из сухого веника мы получили идеальный инструмент для парения, для растирок и совершенно потрясающий запах в парной. Вот такие вот небольшие секреты, которыми я сегодня с вами поделился. Если понравилось, отлайкайте, пожалуйста, это видео. И напишите, пожалуйста, как вы запариваете в своей бане такие же прекрасные банные веники. Всего доброго, спасибо большое и легкого пара.